Уравнение, рассмотрим, х квадрат минус 2у квадрат равно 7. Такой пример. Раньше была плюс-минус единица, а теперь у нас будет число 7. Что нужно сделать? Памечку. Конечно, нужно сделать опять табачку. Самая маленькая, какой будет х? Значит, это 3. 9-2 это 7, правильно? Пара 3-1 является ошибкой. Подсказка. Я не зря показываю вам правую узку. Какие две нижние строчки? Видите? х плюс 2у в квадрате минус 2 умножить на х плюс у в квадрате. Это оказывается взятое с минусом х квадрат минус 2у в квадрате. Да? Но вот если бы мы решали задачу про плюс-минус 7, то эти формулы нас бы, конечно, устроили. Но мы решаем задачу про плюс 7. Поэтому замена знака нас не устраивает. Однако, подумайте, у нас же была формула. Вспоминайте, если 2 раза поменять знак, помните вот это? Да. 3х плюс 4у. Если раз в крескопте, так все получится. Посмотрите, здесь будет 9х квадрат минус 2 раза 4х квадрат. Ну, то есть х квадрат. 3х4 и 2 это будет 2х4х, здесь 2х3 еще на 2, потому что 2 на то же самое. Значит, какая же формула даст вам из одного решения следующее? Посмотрите, у нас есть 3,1. Что вы можете сделать? Какое там правило? 3х плюс 4у. Это что такое? 3х3 плюс 4х1. Сколько будет? 13. 13, конечно. Так. А под ним должно быть написано 2х плюс 3у. 9. 9. Совершенно верно. Ну, давайте, чтобы убедиться, 169 минус 2 умножить на 81. 2 на 81 это 162. 169 минус 162 это как раз 7. Отлично. Смотрите, мы без этой пары получаем вот это. Видео. 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 А теперь давайте здесь, по тем же формулам. 3х плюс 4у сколько? 27. 27. А здесь 2х плюс 3. 19. 19. Заметьте, здесь происходит вот такой. Да? Да. То есть следующее у нас будет состоять из 13 и 9. Вот. Вот, 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 вот. Да. Сейчас мы должны взять и от 13 и 9 перейти к следующему столбцу. Сможем? Да. Давай. 3х плюс 4у. 75. Так, здесь поменьше. 2х плюс 3у. 26 плюс 27. 50. 53. Так, теперь пошли, да. Это 81 плюс 76. Да. 81 плюс 76. 157. Так можно идти до бесконечности, да? И очень важно, здесь фактически две серии. Одна из них начинается с пары 3-1, другая начинается с пары 5-3. То есть уравнения, когда здесь вот стоит не единица, а другое целое число, не обязательно одна серия лишений. Ну, потом мы докажем, что конечное число серий, и, в общем, не так сложно понять, каких и так далее. Но сейчас давайте для конкретного вот этого примера докажем такой факт, что действительно две серии и других решений нет. Ну, во-первых, то, что это бесконечный набор лишений, следует просто вот из этой формы. То есть у нас есть решение, и мы из него делаем новое. Понятно, что если x и y неправильно, то это будет больше. Да? Чили? Если x и y неправильно, то эти больше, поэтому действительно получаем бесконечную серию лишений, даже две серии. Одно начинается с 3-1, а другая серия начинается с 5-3. А вот теперь, почему нет других? Можем мы это как-то без общей теории понять? Что нет других решений? Да. Вот у нас есть табличка, ее можно бесконечно продолжать вправо. Оказывается, других решений нет. Да, и еще давайте мы все-таки напишем формулу, потому что, ну, это надо понимать. Вот переход этот выглядел на самом деле так. От числа x плюс y корней двух мы переходим к числу 1 плюс корень из двух в квадрате умножить на x плюс y корней из двух. Давайте поймем, почему. Потому что 1 плюс корень из двух в квадрате это вообще-то 1 плюс 2 корень из двух плюс 2. То есть это 3 плюс 2 корень из двух. А если вы умножаете 3 плюс 2 корень из двух на x плюс y корень из двух, то легко понять, что получается. Получается как раз вот это плюс вот столько корней из двух. Это понятно? Значит, каждый переход это умножение числа x плюс y корень из двух на такое. И вот, смотрите, две формулы, которые сейчас надо понять. Вот эта последовательность задается формой x плюс y корень из двух это 3 плюс 1 корень из двух умножить на 1 плюс корень из двух в степени 2n, где n любое неотвечательное целое число. А, соответственно, последовательность, которая с этого начинается, задается другим образом. Здесь у нас будет 5 плюс 3 корень из двух. Ну, то же самое. Умножить на 3 плюс 2 корень из двух в n-ти степени. Опять n-ти более n-ти степени числа. Вот это и это тоже. Пусть я разноцово написал, чтобы вы понимали, что это здесь. Хорошо. Ну, и, естественно, сопряженное, понятно, да, везде перекроем в двух в 10 минус. То есть будет вела формула. И так явные формулы для x и y можно получить. Это все как всегда. Вот почему нет других решений? Ребята, это опять метод бесконечного спуска. То есть представьте себе, что у нас вот такая табличка есть. Вы понимаете, что вот если вот это число меньше этого, но число меньше в смысле, что x плюс y кроме из двух меньше, да? Мы из такого столбца, такой столбец понимаем, как x плюс y кроме из двух. Так вот, если у нас число меньше, то при умножении оно останется меньше. Значит, вот такое чередование будет. И вот представьте себе, что где-то там далеко в таблице есть какая-то, ну вот у нас есть эти числа, а где-то между столбцами таблицы оказалось решение. Представили? Что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю шаг назад. И докажу, что, ну, что это будет тоже решение. И таким образом, если что-то сказать постороннего решения, я сделаю меньшее постороннее решение. А вот здесь для маленьких чисел, когда x не больше, чем 5. Мы все знаем. Понятный день? И вот здесь никаких посторонних решений нет. А если бы оно там где-то было, то мы бы его так вот посеконечку перетащили, перетащили, сюда бы дотащили, и у нас тут все понятно. Осталось алгебраически записать шаг назад. Ну, как вы считаете, что такое шаг назад? Шаг вперед – это умножение на 1 плюс корень 2 в квадрате. Значит, шаг назад – это что? Деление, правда? Значит, я сейчас делаю очень просто. Я предполагаю, что у меня есть какое-то не входящее в эту таблицу решение. Какие-то числа x и y, что x квадрат минус 2y равно 7. Вот какие-то и какие числа. Натуральные числа. Давайте аккуратно скажем. То есть, я беру решение, которое расположено правее, чем это место, потому что от одного до фути я просто все проверил, там никаких в стране решений нет. И я сейчас найду решение, из которого ходом по этой стрелочке получается x плюс y корней 2. Для этого надо x плюс y корней 2 разделить на 1 плюс корень 2 в квадрате. Это легко. Смотрите, для этого что нужно сделать. Надо умножить числитель и знаменатель на корень 2 минус 1 в квадрате. Когда корень 2 минус 1 умножаешь на корень 2 плюс 1, что получаешь? Просто 2. Получаешь 1 по формуле градусов квадратов. Корень 2 в квадрате это 2. 2 минус 1 это 1. То есть знаменатель это на самом деле единица. А числитель это что такое? Это 3 минус 2 корень 2. 3 минус 2 умножить на x плюс y корень 2. Так? Ну, умеете узнать, когда корень 2 минус 1. Это 2 минус 2 корень 2 плюс 1. Значит, 3 минус 2 корень 2. Отлично. Ну, осталось раскрыть скобки. 3х минус 4y плюс корень 2. Корень 2 будет какой? 3y минус 2x. Смотрите. Так вот, я сейчас хочу доказать, что эти числа не отрицательны. Смотрите, что будет тогда. Получается, что у нас не отрицательные числа. И при этом наша вот эта вот x и y пара получается шагом вправо. То есть на самом деле мы сумели сдвинуться, да? Вот. Вот. Так, мы только раздвинемся и попадем сюда, а здесь ничего плохого нет. Итак, какая цель? Доказать два неравенства. Доказать, что 3x минус 4y больше 1 0. И доказать, что 3y минус 2x больше 1 0. Ну, метод противного проще всего. Смотрите. Пусть у меня 3x будет меньше, чем 4y. Возведем в квадрат. Тогда 9x квадрат будет меньше, чем 16y квадрат. Согласны? Но, смотрите. Ну, тут, на самом деле, все равно. Хотите, я x квадрат выражу как 7 плюс 2y квадрат? Пожалуй, так и сделаю. Это x квадрат 7 плюс 2y квадрат. Должен 9 умножить на 7 плюс 2y квадрат. Ну, вообще-то, все. Потому что здесь у нас 18y квадрат, там еще плюс 63. А здесь, как видите, несчастные 16y квадрат. Противоречие получили. Так. И во втором случае, давайте, пусть это неравенство неверно, то есть пусть 3y будет меньше, чем 2x. Опять возводим в квадрат. Здесь будет 9y квадрат. Здесь будет 4x квадрат. Ну, давайте тоже опять x квадрат. Посмотрим, что это такое. Это 7 плюс 2y квадрат, да? Вот. Получается 9y квадрат меньше, чем 28 плюс 8y квадрат. y квадрат меньше, или равно 28. Если y квадрат меньше, чем 28, значит, y не больше, чем 5. Понятно, да? А до 5 мы все посчитали. И там у нас никаких, что-то из плохих, решений нет. Все решения входят в табличку. Все? Доказали? Значит, действительно, две серии решений уравнения x квадрат минус 2y квадрат равно 7.